Друзья, у меня для вас приятная новость. Теперь голду в Водблиц можно зарабатывать с помощью приложения Gold for Tanks. Ничего сложного, просто выполняй задания, за которые тебе будут начислять золото. Ну а если ты введешь мой промокод, то получишь 100 голды сразу. Ссылку на приложение и свой промокод я оставлю в описании. Всем привет, дорогие друзья и любители танковых побоев! Сегодня у нас в гостях игрок с ником, вроде бы как Ульян или Илья, я вот, честно говоря, не совсем понял. Но, как говорится, не в этом все дело. Все дело в том, что наш боец играет на старом, добром и, к сожалению, слегка забытом объекте 140. Конечно, после того, как его сначала занерфили, а потом на его фоне очень сильно апнули Т-62-ку, очень многие игроки стали пересаживаться с объекта 140 именно на Т-62А. Ну, действительно, у Т-62 есть более такие вот комфортные УВН, более крепкая башня. Причем башня у него действительно очень крепкая. И вдобавок ко всему этому у него еще и просто шикарнейшее орудие в плане точности. Конечно, на фоне всего этого объект 140 слегка, как говорится, потускнел, но на фоне всех остальных из Т-10 он по-прежнему остается очень серьезной такой вот машиной для нагиба. Ну да ладно, друзья. Мы видим, что в самом начале наш боец пытался здесь какой-то свет дать от центра. Тут вот засветился как раз-таки Т-62. Второй. Благо он отправился в ангар и теперь можно здесь немножко, как говорится, разгуляться. Мы видим справа два негодника, но наш герой не обращает на них внимания. Он едет на направление ТТ. Решил он помочь своему тяжику, но, к сожалению, уже слишком поздно. Да уж, ребятки, три танка на этом направлении. Конечно, ловить здесь нашему бойцу нечего, но неужели... Неужели он туда поедет? Нет, смотри-ка, одумался. Я уж думаю, да ладно, неужели такой смелый решил упороться в трех тяжей? Но, друзья, то ли еще будет. Наш боец все схлестнется с тремя тяжиками. Итак, смотри-ка, наш боец сейчас направил свой взор на вражескую бабаху. Ах ты, ах ты, кустодрот несчастный. Держи на 310, сейчас еще получишь. Ух ты, тут еще и 704. На, держи по ноге. Но, к сожалению, по ноге не залетает и 704 сдает назад. Надо их здесь как-то развальцовывать, этих двух неприятелей. Ты, ах ты, бабаха, вот, забрал нашу 62-ку. Ну все, тебе хана, дружище. Отправляйся-ка ты в ангар. Там еще, кстати, вот 704-й. Чуть не сказал, что там еще 62-ка. Эти 62-ки у меня уже просто в голове засели. И так 704-й промахивается. И за это, смотри, весь, весь расстрельный, весь лоб у него просто как решето. Ну да ладно, 704-й отправляется в ангар зализывать раны. И мы видим, что справа, справа, черт побери, аж целых три тяжа. Ты смотри, целая шайка. Целая шобла-ебла. Кто-то из них там базу фармит. И тут, конечно, нашему бойцу уже нужно быть максимально аккуратным. Смотри-ка, у них там мини-маус, Е100, Е7. Итак, Е100 показывает свою башенку. Получает на 388 с кормы. Заходит, Е7 и промахивается. Надо бы его здесь в ответ просаживать. Но, к сожалению, снаряд не залетает. Итак, что же здесь надумал наш Илюша? Видимо, он решает давать отсюда стрякача. Но, как по мне, это очень даже верное решение. Потому как перестреливаться лоб в лоб с ИСом седьмым, это занятие, конечно, такое себе. Особенно при учете того, что у него там за горбом стоят два не менее опасных тяжа. Да, вот он уже Е100 подъехал к ИСу седьмому на подмогу. Итак, смотри-ка, удается уже два раза просадить его в НЛД. Но придется переезжать, друзья. Придется размениваться. Е100 просаживает нашего бойца на 600 хп. И тут, знаете, хочется отметить то, что просто небывалое счастье на самом деле заключается в том, что наш боец к этой минуте сумел сохранить полный запас прочности. Потому что, если бы он до этого подставился там разочек-другой под кого-нибудь, то сейчас, получив от Е100, он бы либо вообще отправился в ангар, ну, либо же стал бы буквально шотным. Итак, ребятки, тем временем наш боец остается один против трех опаснейших тяжей. Это действительно очень опасные ребята. У них там просто до жопы брони. У них есть какая-никакая альфа. А вот у нашего бойца есть звание легенды. Все-таки, согласитесь со мной, Объект 140 – это легендарный средний танк. Многие ведь начинали играть в Отблиц именно с прокачки Объекта 140. Итак, смотри-ка. Маусятина засветилась на базе. Решил он не испытывать судьбу. Решил он встать на захват базы. И надо его здесь максимально жестко просаживать. Но, к сожалению, смотри, он там подрамбовывает, дорамбовывает. И нашему бойцу не удал. Ух ты, смотри, Е100 горбом своим развернулся. Че ж ты так стоишь-то странно, а, дружище? Держи еще раз. Ух ты, удалось его танкануть. Просто шикардос. Ну-ка, стоять теперь. Куда ты там поехал назад, Кати? Теперь ты уже вряд ли уйдешь от этого бешеного ДПМа. Держи на 308 по ноге. Раз, и второй должен быть похоронный. Чап, отправляйся в ангард. Действительно. У-у-у, сзади ИС-7 подкрался незаметно. Ах ты, наглец. Ну ничего, сейчас и до тебя доберется наш сегодняшний объект 140. Боже, как он ДПМит. Это просто что-то невероятное. ИС-7 пытается доворачивать как-то и корпусом. Но видно, либо парень стоковый, либо парень стоковый. Еще может быть такое, что механик-водитель, глядя на все это дело, просто выпрыгнул из-за штурвалов и убежал к себе там куда-нибудь домой. Итак, минусы 7, друзья. И наш боец остается один на один с этой минимаусятиной, которая возомнила из себя супер-мега захватуна. Ну что ж, посмотрим. Где ты там спрятался? Ах ты, наглец. Залетает по нашему герою на 470 альфы. Просто жесть какая-то. Удалось, конечно, сбить захват базы. Но теперь наш объект 140 остается абсолютно шотным для этого немецкого мышонка. Ну что ж, посмотрим, что наш боец будет предпринимать в такой вот непростой, казалось бы, ситуации. Времени остается уже менее минуты. У нашего бойца есть практически 8к урона нанесенного. И, кстати, обратите внимание, у Маусятины есть три фрага. То есть, скорее всего, этот парень действительно понимает, что он делает. Хотя, с другой стороны, хрен его знает, кто там вообще сидит за этим Маусом. Заходит наш боец со стороны тыла к этому мышонку. Ловит непробитие. И самое время для того, чтобы упороться. Нужно заходить в корму. Но почему-то наш 140-й не заходит к нему в корму. Хотя, мне кажется, это было бы очень и очень кстати. Смотри, закончились у него бронебойные снаряды. И он начинает лупцовать уже голдой с пониженной альфой. Интересно, успеет ли он? Ну, по идее, должен успеть. Времени еще и с 10 секунд. И надо, надо, друзья, заканчивать эту бойню. Да, минус последний противник. Да уж, друзья, вот такое вот побоище. Вот так вот старая добрая легендарная СТ-шка Объект 140. Снова заявила о себе в рандоме. Вот, Блиц. Конечно, этот парнишка, наш герой Илюша, он не очень много боев накатал. Но это уже не совсем твинг. То есть, до 5000 боев там более-менее еще какой-то песок. А после сразу же происходит такой скачок. То есть, тебя уже кидает к таким вот, ну, обычным игрокам, так скажем. В общем-то, как по мне, бой действительно стоит вашего внимания. Ну, а на этом у меня все. Обязательно напишите в комментариях, что думаете насчет советских СТ-шек в целом. И до скорых встреч.